Непосредственное управление домами частично уйдет в прошлое. Собственники домов, количество квартир, в которых больше 16, должны создать ТСЖ или выбрать управляющую компанию. Она и будет заниматься обслуживанием жилища. Большие изменения коснутся и качества услуг. За обслуживанием домов будет пристально следить как краевая комиссия, так и сотрудники муниципалитета. Продолжить работу смогут только те управляющие компании, которые получат лицензии. Для этого руководители должны пройти аттестацию в Краснодаре до 1 мая. Есть в интернете в принципе тренажеры, задано 200 вопросов, то есть руководитель должен подготовиться. Я считаю, что для нормального руководителя, который работал не один день, не настолько это сложно. То есть практически мы и так знаем постановления правительства, которые должны быть по обслуживанию. Практически мы знаем подачу коммунальных услуг, препятствия, правильность перерасчетов, правильность ведения общедомовых нужд и так далее. Ну для меня сложности как бы такой особенной не было при изучении вопросов. Сегодня в администрации города прошла встреча главы Сочи и районов с руководителями управляющих компаний. Обсуждались вопросы лицензирования и дальнейшей работы в сфере ЖКХ. Анатолий Пахомов подчеркнул, барбака никто не допустит. Получить лицензии смогут только те управляющие компании, которые показали свою эффективность. Руководители предприятий ЖКХ, которые не справлялись с обязанностями, глава предупредил. Информация об их некачественной работе обязательно поступит в краевую комиссию. Этот вопрос, как и другие в сфере ЖКХ, Анатолий Пахомов возьмет под собственный контроль. Но и жильцы также не должны быть пассивными наблюдателями. Дома, которые сегодня управляются ТСЖ, они находятся в лучшем состоянии. Мы видим, что если дом создает юридическое лицо в управляющую компанию и определяет там управляющего, директора, то есть те, с кого спросить можно. И мы просто обязаны уже не кивать на кого-то, да вот, у нас там нет домкома хорошего, у нас все плохо. Мы должны понимать, никто за нас и не собирается кому-то, значит, ну, за них управлять этими домами. Пока управляющие компании будут проходить лицензирование жителям домов, где больше 16 квартир и непосредственное управление, стоит подумать о будущем и сделать выбор самим. Либо создать ТСЖ, либо нанять управляющую компанию с подходящим тарифом. За собственников, которые не определяются сами, домоуправление выберет город. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.